вот посмотрите внимательно эту бумагу то есть вы открываете и видите одну вещь давайте вы поймете да вот смотри ведь я убрал вот вы видите что есть по это очень сильный уровень вот потом еще идиотом с предыдущих годов но мы видим вот очень четкий ясный и видный уровень видите вот сколько у нас к минимум это пять шестьдесят девять вот мы вот тут самый важный фактор самый важный фактор кто мне скажет какой здесь самый важный фактор вот давайте помогайте мне руслан правильно сказал на этом и остановимся смотрите внимательно внизу и алекс тоже тоддес правильно сказал смотрите внимательно все 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 смотрите и так только потому что здесь был правильно проведен уровень видите для того чтобы правильно провести вы увидите график здесь за последние три года а теперь смотрите очень и очень важный фактор представьте себе такую ситуацию вы видите график за последние три года и ниже этого графика ничего нет а выше этого графика выше этого уровня а вот выше этого уровня а вот здесь верху здесь находится огромное количество людей которые по сути дела еще не перешли из одной зоны в другую смотрите внимательно и запоминать уровни уровни которые мы проводим они всегда делят график и или на зоны лонговые зоны и шартовые зоны вот это очень и очень важный факт то есть когда например вы переходите из одной зоны в другую чем больше вверху было так называемых накоплений тем легче инструмент будет пробивать потому что есть энергия из которой люди будут выходить то есть что мы видим на графике серии мы видим на графике серии сейчас я покажу вам несколько таких график я специально для вас отобрал на графике серии мы видим что очень сильный уровень мы попытались пройти мы его отскакиваем мы все равно приходим сюда запомните один очень важный факт если инструмент постоянно приходит к той точке от которой он откатывался рано или поздно эта точка будет пробит вопрос только времени да но вы должны понять эту вещь что каждый раз энергия которая есть в этом инструменте ее купится больше и больше смотрите одну вещь если вы не будете понимать то что я вам говорю в теории вы не сможете это торговать на практике поэтому вы должны понимать эту вещь что на рынке всегда есть засаженные и движение будет на рынке сделано за за счет определенного класса покупателей или продавцов теперь давайте еще раз пробежимся тренинг основывается на четырех китах уровень энергия направление и точка входа точка входа это самое простое это уровень да и является точкой входа но параметров которые подходят под это их очень много с какой скоростью подошли на каких барах большие бары маленькие сколько шли если мы например очень долго шли скорее всего инструмент откатится то есть у вас должны быть в голове параметры которые вам очень сильно помогут график надо разбирать только со стороны покупателей и продавцов больше ничего нет и еще раз объясняю если вы я вам сейчас покажу точно такую похожую акцию на на которой вы могли даже две акции покажу сейчас я вам покажу еще две такие акции и вы увидите что принцип приблизительно один и тот же я просто сначала хочу не просто вас научить показать вам что на рынке есть вещи которые повторяются и благодаря тому что эти вещи повторяются на этом можно зарабатывать итак смотрите внимательно мы взяли прям критическую информацию и вы смотрите давайте вместе с вами посмотрим ведь мы специально закрыли правую сторону чтобы итак мы видим вот здесь вот локальный минимум это у нас получается сколько там 569 569 и самое интересное посмотрите это у нас дневной график два дня подряд смотрели 569 и следующий день 569 571 573 то есть 569 у нас локальный минимум и дальше мы видим что инструмент в следующей прошлой жизни пошел ровно до пяти то есть все что мы сделали опять 6970 центов это приблизительно 12 13 14 процентов движения от цены то есть это более чем достаточно почему запомните один очень важный фактор самые лучшие среднесрочные сделки начинаются всегда с интердейн самая лучшая среднесрочные сделки начинается всегда с интердейн то есть видите у нас очень сильный уровень по 5 долларов и вот смотрите внимательно дальше мы начинаем смотреть первое куда мы идем это куда мы дальше все мы пробили а теперь давайте вопрос другой вот кто у меня учился тот ответит на вопрос после такого бара скорее всего почему инструмент дальше пойдет вниз после такого большого паранормального бара общее движение инструментов будет вниз а ну скажите мне пожалуйста ваши никакие смарт-мани блять и какие весы и и какие ничего они никогда на этот ответ не ответит нужно а все те кто у меня учился вот типа как русла он ответит на этот вопрос так вот вопрос один почему после такого сильного движения после гепа скорее всего движет в данной ситуации движение будет продолжить кто скажет лёша срыв базы согласен вопрос почему форм фортун полу правильно сказал полу правильно но ответь слушайте внимательно после сильного движения нет отката правильно еще раз внимательно вопрос слушайте вы поймете почему скорее всего после такого сильного движения движение вниз будет продолжим потому что засаженные сидят в позах что это значит серёжа ответил вот что такое шахматист а теперь слушайте внимательно если вы посмотрите то накопление не выше уровня 5 долларов 70 центов было на протяжении трех лет как вы думаете после такого количества накопления могут ли они все успеют выйти за один день нет ответ другой откуда берутся паранормальные бары паранормальные бары как раз именно и берутся тогда когда в инструменте было очень сильное накопление и он не успевает отдать все позиции которые хотят выйти также работают гепы геп это место на графике в котором не было сделок почему потому что на рынке когда рынок начинает проваливается начинает создаваться дисбаланс между покупателями и продавцами в данной ситуации правильно игросмейстер сказал и руслан сказал что если в инструменте после сильного движения нет отката скорее всего движение продолжится и второе запишите себе кто записывает поставьте плюсики кто все записывает поставьте плюсики и второе смотрите еще очень важный фактор они все не успели выйти и третье очень важный фактор обычно когда люди попадают в гепы 70 процентов людей не закрываются 70 процентов людей не закрывается это статистика то есть они дальше будут сидеть и дальше и будут форсировать выходить из инструмента и они дальше будут проталкивать инструмент верите и сейчас после этого я вам покажу еще несколько инструментов и вы увидите что на рынке очень многие вещи похожи нужно только дождаться то есть кто записывает тот молодец а кто не пишет вот чем жизни иметь то есть запишите первое при очень сильном накоплении реализация будет длинной и долгой а здесь накопление очень сильно треугодичные дальше при сильном движении скорее всего крупняк вернее не крупняк а большие большое количество игроков просто тупо не успели выйти видите теперь вы будете понимать запомните одну вещь ни в одной книжке этого нет ни в одной то есть то что я вам рассказываю базируется на покупателях-продавцах никакие смарт-мани никакие весы никакие ничего если бы мы показали эту картинку ни один из них да я знаю что здесь есть люди кто и смарт-мани торгует и весы еще какие-то вы не сможете объяснить перед а я вам в течение трех минут объяснил почему такое может быть и сейчас покажу еще два примера точно такие и вы поймете что принцип всегда основывается на тех либо на крупных игроках либо на накоплениях либо на выходе для из тех кто начинает терять то есть также сама кто-то начинает терять так и теперь смотрите дальше что произошло смотрите дальше почему вы на уровне 5 видите как раз что такое как правильно проведен уровень виде на уровне 5 мы остановились но почему на уровне 5 опять можно утверждать что инструмент пойдет вниз запишите нет отката движение будет продолжено запишите если после сильного движения в инструменте инструмент не откатывается движение дальше будет продолжить видите какие у нас сегодня крутые лайфхаки